Где дороже всего жить в России? Скорее всего, вы назовете столицу Москву, и это правда. Когда мы говорим про Украину, то дороже всего жить в Киеве, в столице. Когда мы говорим про Канаду, то, конечно, на ум приходит, что, скорее всего, дороже будет жить в Атаве, это столица. Я тут живу, но не скажу, что тут очень-очень дорого. Если же рассматривать не конкретные города, мегаполисы, а провинции в целом, это аналоги российских или украинских областей, то в этом ролике я назову три самые дорогие канадские провинции для жизни и сравню их, кстати, расходов по стоимости питания, проживания, владения автомобилем и прочим. Я немного уже подмерз, давайте пойдем ко мне домой, и я вам все подробно расскажу. Привет из Канады, меня зовут Алекс Павленко. Всего в Канаде 13 провинций и территорий, в этом видео я расскажу о трех самых дорогих провинциях. Сразу скажу, что это не Антарио и не Британская Колумбия, как вы могли подумать. Все наслышаны про космическую стоимость аренды в Торонто и Ванкувере, это правда, но если рассматривать не города, а провинции в целом, то топ самых дорогих мест для жизни будет совсем другим. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал и поехали! Давайте сразу договоримся, что сравнивать провинции буду по тратам на жилье, также продукт, транспорт и по общим расходам на семью в месяц и в год. За пример я возьму семью из трех человек, двое взрослых, в возрасте примерно от 25 до 35 лет и один ребенок. Все цены, конечно, я буду называть в канадских долларах. На третьем месте моего рейтинга Альберта. Провинция на западе Канады с сильной экономикой. Здесь развиты нефтяная отрасль, сельское хозяйство и технологии. Около трети семейного бюджета население Альберты тратит на оплату жилья. Вместе с налогами на жилье и расходами на коммунальные услуги в месяц уходит в среднем 1450 долларов канадских. Купить отдельный дом в Альберте можно примерно за 400 тысяч долларов. Это даже меньше, чем в среднем по Канаде, где средняя стоимость дома составляет около 500 тысяч долларов. Повторюсь, что я называю средние расходы по всей провинции. Если жить в Калгари, то там может быть значительно дороже. В Альберте высокие расходы на транспорт. Около 1300 долларов в месяц это пункт расхода, включая покупку автомобиля, в кредит, расходы на бензин и общественный транспорт. На еду в среднем семья тратит около 760 канадских долларов в месяц. Общие расходы на семью в Альберте составляют в среднем аж 73 тысячи долларов в год. О, кошмар. Или где-то 6 тысяч долларов в месяц. Помимо жилья, еды, транспорта, эта сумма также включает расходы, ну что там, одежда, лекарства и развлечения. 6 тысяч долларов в канадских это около 350 тысяч рублей или чуть больше 130 тысяч гривен. Для стран СНГ это просто запредельные суммы. Я вас прекрасно понимаю, но жить в Альберте дорого во многом, потому что здесь много людей, которые работают в нефтяной отрасли. Они много зарабатывают и могут себе позволить большие расходы. В этой провинции минимальная зарплата в один час это 15 долларов. Но большинство людей, конечно, получают больше. Например, средняя зарплата на человека от 25 лет до 34 за 2018 год составила 54-100 долларов. С учетом налогов это получается 41 тысяча 300 долларов. То есть доход семьи, в которой работают оба супруга, после оплаты налогов в год составляет примерно 82 тысячи 600 долларов. Это около 6 тысяч 900 долларов в месяц. И теперь вспомните про средние расходы. Они составляют 6 тысяч долларов. Можно сказать, Алекс Брежнев, наверное, так скажет, что в Канаде все плохо. Среднестатическая семья в Альберте живет от зарплаты до зарплаты. Но не забывайте, что она живет в своем доме, выплачивая ипотеку и имея кредитный автомобиль. Вы бы хотели так жить? Напишите в комментариях. Также стоит учитывать, что с возрастом и с опытом работы зарплата обычно увеличивается. Если посмотреть, сколько зарабатывают люди после 35 лет, то цифры будут уже другие. Где-то от 53 тысяч долларов в год с учетом налогов. Интересный факт, что в Калгари, крупнейшем городе Альберте, живет больше всего миллионеров по всей Канаде. На втором месте моего рейтинга самых дорогих канадских провинций расположились с северо-западной территории. Они расположены в приполярной зоне, где местная экономика основана на добыче полезных ископаемых. Жители северо-западных территорий тратят около 2,5 тысячи долларов в месяц на жилье. Дом в этой части Канады можно купить в среднем за 500 тысяч канадских долларов. Но нужно еще постараться, чтобы вообще что-то купить, потому что предложений очень мало. На транспорт уходит в среднем 1580 долларов в месяц, больше, чем в любом другом регионе Канады. На еду в среднем семьи тратится 970 долларов в месяц. Общие же расходы в год на семью составляют 93 тысячи канадских долларов или 7750 долларов в месяц. Если перевести на наши деньги, то в месяц получится почти 450 тысяч рублей или 170 тысяч гривен. Северо-западная территория – это малозаселенный регион с суровым климатом. С транспортной доступностью дела здесь тоже обстоят не очень хорошо. До 2012 года столица территории с труднопроизносимым названием Елонайф или что-то такое была практически отрезана от остальной части Канады каждую весну и осень, когда из-за погодных условий все товары приходилось доставлять по воздуху. Минимальная зарплата в северо-западных территориях составляет где-то 13,5 долларов в час. Но при этом средний заработок жителей выше, чем в Альберсе. Среднестатическая семья зарабатывает 136 тысяч 700 канадских долларов в год. В месяц это чуть больше 8 тысяч долларов и 7 тысяч 750 долларов из них семья потратит. На минималку тут, наверное, вообще нереально прожить. Это невозможно. Кто же на первом месте по стоимости жизни? Это Нуна-Вуд. Это тоже территория в полярной части Канады, она находится в восточнее северо-западных территорий. Площадь региона сопоставима с Индонезией, но живут здесь чуть больше 30 тысяч человек. Нуна-Вуд существует за счет добычи полезных ископаемых, рыболовства и туризма. На жилье в Нуна-Вуде в среднем уходит более 2,5 тысяч долларов. Это больше, чем в любом другом регионе Канады. С покупкой собственного жилья очень сложно здесь почти нереально найти дом на продажу. Например, на момент съемки этого видео в сети нет вообще ни одного объявления о продаже недвижимости в Нуна-Вудте. На транспорт у жителей территории уходит примерно 1200 долларов. Еще в среднем 1345 долларов в месяц уходит на еду. Тоже гораздо больше, чем в других местах Канады. Всего семьи в Нуна-Вуде тратят в среднем почти 7900 долларов в месяц или более 94 тысяч долларов в год. В месяц это больше, чем 450 тысяч рублей или 175 тысяч гривен. Высокие цены в Нуна-Вудте объясняются отдаленностью региона и тем, что здесь почти нет автомобильных и железных дорог. Товары и топливо перевозятся с юга Канады по воде и воздуху, что зачастую дороже, чем наземным транспортом. В Нуна-Вудте, конечно, мало кто хочет жить, особенно из иммигрантов. Там даже нет собственных иммиграционных программ, как и у других провинций и территорий. Зато в Нуна-Вудте самая высокая минимальная зарплата по всей Канаде 16 долларов в час. А средний заработок жителя столицы территории города Икалуит 78 тысяч долларов до налогов или 60 тысяч после выплаты всех налогов. То есть двое взрослых зарабатывают в среднем 120 тысяч долларов в год или 10 тысяч долларов в месяц. Как видите, в Нуна-Вудте у семьи остается достаточно денег после всех трат больше 2000 долларов в месяц. Но мне кажется, оно того не стоит, ведь в Канаде столько провинций, которые находятся и на севере, и где жить намного дешевле. Хотя, может быть, для любителей приключений в режиме выживания Нуна-Вуд это идеальное место. Надеюсь, вы не испугались таких заоблачных сумм, потому что в Канаде есть провинции, где на семью в месяц уходит почти в два раза меньше. Есть предположения, что это за места? Напишите в комментариях. Еще интересно узнать, в каком городе вы сейчас живете и сколько примерно тратите в месяц. Черканите под видео. Если вам интересно, какие провинции в Канаде самые дешевые, то я обязательно сниму ролик об этом. Но есть одно условие. Нужно набрать 500 лайков под этим видео. Поэтому обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал и дергайте там колокол, чтобы он звенел, когда выходят мои видео. До встречи в Канаде!